Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Глава региона Виктор Томенко сегодня проведет совещание о прохождении отопительного сезона в Барнауле. Речь пойдет в том числе о перспективах развития коммунального хозяйства. Поводом послужили участившиеся с начала года порывы на теплосетях. К примеру, накануне в Барнауле без воды полдня оставались 24 детских сада, 13 школ и несколько тысяч жителей. Полностью водоснабжение удалось восстановить лишь к вечеру. Всего же с начала года в Барнауле произошло около 30 порывов, что привлекло внимание прокуратуры. Планируется, что сегодня на совещании в правительстве будут присутствовать представители ресурсоснабжающих организаций и власти города и края. Напомним, ранее Виктор Томенко отмечал, для повышения надежности работы тепловых и водопроводных сетей нужно провести аудит и определить фактическое состояние сетевого хозяйства. Власти города, в свою очередь, заявляли об изменении графика проведения ремонта. В план первоочередных работ будут включены участки, которые вызвали наибольшее недовольство в этом году. Средств на эти цели уже, понятно, потребуется гораздо больше, чем выделяется. А вот хватит ли денег, чтобы привести в порядок инфекционное отделение детской горбольницы номер 12, узнаем уже в этом году. На ремонт из краевого бюджета выделено 40 миллионов рублей. Печально известное своим состоянием учреждения начали готовить к реконструкции в конце прошлого года. Бригада приступит к работам в ближайшие дни. Напомним, родители маленьких пациентов отделения не раз выкладывали в соцсети фотографии и видео из больницы. Кадры вызвали общественный резонанс. Очевидно, ремонт зданию требуется давно. Детей, как считают родители, лечили в антисанитарных условиях. Мебель разваливалась на глазах, а штукатурка на стенах сыпалась. На деньги краевого бюджета капитально отремонтируют систему отопления, канализацию, заменят электросети, окна, двери, кровлю, утеплят стены, обощут их сайдингом. В отделении закупят новую мебель и медицинское оборудование. Работы планируют завершить в этом году. А на социальную поддержку жителей края потратят на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. В 2018-м из федерального и краевого бюджетов на эти цели было выделено 15 миллиардов рублей. В этом – 17. Об этом только что сообщили на итоговой коллегии Министерства соцзащиты Алтайского края. Всего в регионе предоставляется более 80 социальных выплат. Их получает 720 тысяч человек. Например, сумма поддержки семей с детьми в этом году составила более 5 миллиардов рублей. Бюджет, я напомню, в этом году он профицитный. Это значит, что доходная составляющая выше, чем расходная составляющая. Хотя и расходы они беспрецедентны с точки зрения роста. Но я полагаю, что финансово наш бюджет позволит выполнить те меры социальной поддержки, которые предложил президент. По словам руководства Минсоцзащиты, в этом году будет вестись активная работа по цифровизации социальной отрасли. С помощью личного кабинета на сайте ЕГИСО можно будет сократить пакет документов на получение какой-либо выплаты и не тратить время в длинных очередях. К другим темам министр образования, преподаватели вузов и спортсмены сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. В Барнауле провели специальную акцию для родителей, выпускников и известных личностей. Причем, в отличие от детей, взрослым на выполнение тестов давали всего полчаса вместо полутора. Экзамен проходил по-настоящему на столах только ручка, паспорт и бланки с заданиями. Напомним, в прошлом году в едином дне сдачи ЕГЭ родителями приняли участие 14 человек. Среди экзаменуемых тогда были депутаты, работники культуры, врачи, представители СМИ. В этом году свои знания проверили 10 участников акции, в их числе министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко и его сын, 11-классник Святослав, чемпион мира и Европы подзюдо Иван Нифонтов, учитель года Иван Гребенкин, а также декан факультета массовых коммуникаций АГУ Сергей Монсков. Репортаж на эту тему смотрите в вечернем выпуске новостей. А артисты алтайских театров шагнули из театральных подмостков на лыжи. В крае стартовала ежегодная спартакиада. Целый месяц актеры музыкального театра, молодежного и кукольного театров будут проводить соревнования в различных видах спорта. Открываются они лыжным забегом, как встретились самые сильные, быстрые и выносливые служители мельпомены. Далее в сюжете. Мы скажем огромными буквами, победа за нами, за куколи! Снег и стужа ни почем, все призывы заберем! Единственный понедельник, это у них выходной, когда они в свой выходной могут, так сказать, начать какие-то соревнования. Сейчас лыжи. Мы участвуем как поддержка. Мы будем участвовать в теннисе, скорее всего, будем настольным. Но здесь мы будем активно участвовать, поддерживая наши команды. Тут собрались неравные силы в этой борьбе. Куклы, музыка, молодежный театр хорошо подготовили, взяли бубны, маракасы. Смерющие семьи обязательно, только тогда. Иван Михайлович тоже подготовился к этому празднику. Видите, какой важный. Спорт – это жизнь, потому что вы имеете театр, а за театр. Я вообще люблю такие подвижные виды спорта, люблю лыжи, и это же классно. Найдем, найдем, да! В преддверии одного из самых долгожданных и любимых праздников Международного женского дня – торговый двор «Аникс». Совместно с нашей телекомпанией объявляют конкурс. С сегодняшнего дня на протяжении недели мы будем принимать от вас фото и видео поздравления мам, бабушек, сестер, подруг. Возможно, это будут зарисовки о ваших любимых женщинах. Подробности конкурса уже есть на странице нашей официальной группы ВКонтакте и Инстаграм. Накануне праздника запустим голосование. Авторы лучших трех работ в подарок получат продуктовые казины от торгового двора «Аникс». Также от организаторов будет и специальный денежный приз. Читайте подробности конкурса в интернете. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – всё, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В некоторых районах возможен снег. Самым тёплым день будет в Зминогорске. Плюс один – ноль в Белокурихе, минус один – в Бийске, Рубцовске и Заринске. В Барнауле возможен снег. Температура днём до минус трёх. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Все новости к этому часу. Ну а полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова